приветствую не знаю что вы не знаете таких блогах не знаю хорошо не знает не знаю у меня все нормально не слышу перезагрузите страницу может быть так уж то пошло раз два три слышно ну да просто неправильно это чат рулетка приняла устройство до классика 4 лет . его приложение довольно чеки ну вот я говорю что вы не обязаны меня знать даже общался на скин общались интересно но в оксвейс много там квита встречал встречал джавелину эту f2 джавелина джавелина на него бить он некий ну короче одна с одессы другая не знаю откуда которая с одессы непробиваемый человек просто контент делает нас там еще побеседовать короче меня зовут артем я донечанин а на данный момент не из донецка не подскажите откуда вы меня зовут меня зовут саша резина к его тоже в какой-то степени донечанин ну и на кио все-таки находится почти в 40 километрах донецк но на донбассе на несколько областей ну донецка область да ну не совсем донецк ну то такое дело донбассе господи просто житель и на кио житель донеччины можно сказать я понял на чем здесь разговариваете последний раз очень но тем была цене рассказать вот общался с блогером мы обсуждали вообще все всю ситуацию с которой сложилось мышление людей в этой вне ну там парень хороший там как бы понимающий он работает на телеканале гроши нашел такое вот пару видосов посмотрел ночью человек молодой парень так куда да с ним общался хороший человек гривастых копна волос хороший я понял за кого вы говорите мне лично с ним не знаком но знаю неплохо общается довольно таки руде но он опять спокойно аккуратно и к нему претензий мало я больше не уважаю всяких таких которые подми развести на какой-то бред там пошутить как-то глупо смотрите это уже называется вкусовщина кому-то нравится такой кому-то не нравится такое кому-то нравится когда оппонента агрессирует кому-то не нравится поэтому тут уже в зависимости от того на какую аудиторию рассчитан блогер допустим и на кого какие эмоции он хочет скажем так вызвать я допустим редко перехожу на оскорбление но если человек включает режим быдло ну тогда я ему начинаю рассказывать где ему стоять через какую трубочку мычать такое а так я в основном разговариваю довольно таки спокойно скажем как раз говорю об отношениях стран моей собеседника ну мне сложно с вами общаться об отношениях стран потому что вы являетесь подозревая гражданином украины все таки да не гражданином украины еще раз пропадал звук и россия и украина но россия это понятно в этом те тех тоже живет на этих оккупированных территориях кто добровольность брал скажем так бежал чтобы взять кто не да не стиль не только добровольно для того чтобы иметь какую-то возможность оперировать и жить в данном данной среде потому что я знаю что некоторые услуги допустим государственные на этих территориях невозможно без российского паспорта насколько я помню то есть там те же будет выделение лекарств допустим все все услуги ну там переписать квартиру на счет работы куча всего я понял ну вот видите ну я просто я очень осторожен в суждениях когда я я не знаю всех данных то что мне мои знакомые которые там остались говорят то что говорят мои собеседники в четрулетке вот я то могу сказать а когда я не знаю я не буду придумывать я не буду лгать поэтому я всегда более осторожен ну вот тоже поэтому да я понимаю к сожалению сожалению все-таки донецкая луганская область под оккупации уже десять лет также поэтому тут многие кстати выросли даже ними не получив украинского паспорта потому что к тому времени когда россия купировал эту территорию они не могли получить их у меня не были несовершеннолетними физически ну кто-то смог выехать и получить украинский паспорт а кто-то не смог бывали такие я знаю как вы видите будущее что что дальше будет ваш лично до тупик не знаю как вообще воспринимать это все с одной стороны скажем так люди которые идут воевать за денег за свои шизофазические идеи странные ну не знаю с другой стороны люди у которых вот тоже победа бесе есть но я не знаю как 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 здесь быть абсолютно да я тоже у меня вот всегда место когда задавали подобный вопрос я всегда не то что в тупике но в затруднении был потому что действительно так тяжело это я понимаю что выросло поколение которое прозомбировано потому что они другого ничего не видели они не видели что город донецк до 14 года был это город украинский город который был успешным который был на уровне киева по зарплатам понятно мы не были такими чистыми как какие допустим у нас все-таки промышленных предприятий огромное количество было но вместе с тем мы зарплаты у тех же шахтеров металлургов были очень неплохие поэтому поэтому я просто помню когда я и приезжал с генеральным директором одной из компаний я работал там коммерческим а он был генеральным и я живу возил по украине а он иностранец и он такой посмотрел но он турок он посмотрел это все говорит ты мне рассказывай что украина довольно таки бедная страна но вот я в донецке такого время я в стамбуле и такое количество крутых машин не видел как в донецке у вас город намного меньше это концентрация дорогих машин намного больше потому что ну для них средний плюс уже считалось тойота карола венсис а у нас ну каролы кемрики венсис это такое обычное было так друзья оголошу розгарыш с этого прапора на якому подписались хлопцы из третьей штурмовой бригады кракена и айдара входный скажем так один шанс это або 100 гривен або 5 долларов ну а если вы больше задонатите то очевидно вы больше и будете мать шанс ну не карола может быть не не карола а кемри и авенсис вот карола было все таки поле бюджетно да еще поколение не согласен почему потому что разному смотрю кто что не я согласен я согласен что те те ребята которые не пошли скажем так по вот этой дачи и как по течению а вот включили мозг те понимают что происходит те понимают что вот депрессняк этот весь а есть же которые просто напросто им вдалбливали в голову а он просто по течению да вот укры плохие вот мы защищаем вот донбасс всех кормил ну как вот это всю эту маньку которую накидывали 10 лет эти и они с ненавистью к украинцам что вот украинцы не дают жить я слушаю это и ну для меня страшно это почему потому что это люди которых придется очень долгий срок когда донецк все-таки вернется в украину это придется очень долгий срок этих людей интегрировать в украинское общество потому что они будут ненавидеть нас ну я очень надеюсь что если они хотят так в россию то они уедут россии я не выгоняю их ни в коем случае просто говорю как она как от моего на этот счет очень сложный вообще вопрос настолько словом что будет очень сильно если все-таки случится что донецк снова окажется украине будет очень много во первых наказаний за преступления где-то какие-то ошибки это будет подогреваться накаливаться приедут те которые в донецку вообще особого отношения не имеют которые живут далеко и в принципе просто для галочки там для своего какого-то тик тока там или что-нибудь в этом духе будут записывать вот размахивать флагами вода конец к наш звенелы и так далее то есть но победа бесия будет опять же вот и это тоже под сыграет свою роль это будет если конечно такой сценарий вообще получится вот и это ужасно вот эта проблема разрыва вот этого то есть уже многие люди настолько свыклись с тем то что тут уже типа там все да это очень много роли понимаете вернется большое количество не скажу что все но вернется большое количество тех кто у нас уехал напоминаю из донецка уехала почти 600 тысяч 1 1 2 года это дай бог понимаете это дай бог я думаю полови половина из них вернется не вне все но где-то с половиной вернется почему потому что многие имеют там до сих пор квартиры дома и он захочет вернуться туда особенно учитывая то что когда донецк вернется я так подозреваю у меня есть такое обоснованное подозрение что евросоюз нам будет выделять очень большие деньги на восстановление региона не только украины но и вот конкретно региона донецк и луганск и люди которые скажем так ну среди молодой средний возраст да то есть этот мой возраст многие решат что слушает ну там перспективы большие там будут выделяться гранты там будет возможность какое-то предприятие свое сделать допустим какую-то там фирму открыть что-то что-то строить что-то восстанавливать потому что я то что я смотрю во что превратили донецк за вот это время для меня это вот боль просто такая страшная боль потому что я аж я до несколько вдоль и поперек прошел свое время по молодости по бурной своей когда за девчатами бегал там и вот это же вот я я знаю этот город практически ну каждую улочку и тут я там смотрю на нижнекурганской там мусор не вывозят там на это там где-нибудь на постышево там во дворах четыре месяца мусор не вывозят там еще где-то там уже полгода канализация прорвана я вспоминаю довоенный донец в котором ну да бывали проблемы и прорывало канализацию и мусор бывало там не вывозили несколько несколько дней но не несколько месяцев в общем я не знаю я же я я хочу чтобы меня как раз услышал может быть кто-то из людей правительство около правительства скажем так которые понимали что сейчас надо разрабатывать план реинтеграции самого региона реинтеграции людей я об этом говорил уже неоднократно потому что иначе иначе мы получим огромнейшую проблему которую потом придется решать очень долго оно и так придется решать долго но это еще будет дольше если если сейчас не начинать реинтегрировать людей которые мы будем откровенны если сейчас вот пропаганда россии на на ваших территориях на оккупированных да она тоталь и доступа к альтернативе практически нет не согласны согласен потому что четырнадцатом году она была намного ну да да она была четырнадцатый пятнадцатый год там вообще было просто закрыта на ведь даже в конце тринадцатого года там россия очень плотно сидела у нас и почти весь тринадцатый год там там тоже плотно обрабатывалось и сейчас понятно что такие ребята как вы вы можете взять телефончик youtube и посмотреть вариант раз а тогда когда проблемы со связи были все отрубили все насколько помню телефон теле эти господи телевизионные вышки по перенаправили на россию ну россии на российские каналы и это было тяжело ладно я побегу я ищу все таки вот таких вот пылающих вас вас выставлять я думаю можно только за блюрином да ну если хотите но хоть ну голос поменяйте за блюрином потому что окей ну я просто понимаю я понимаю что даже за за вы вроде почти ничего не сказали но за то что вы сказали уже можно может понимает в этом плане куча проблем потому что бы есть люди понимающие есть люди которые начинают там за любую такой вот неправильно сказанную вещь прессовать что называется вот поэтому здесь конечно страшного в этом плане но я замечаю недовольство растет большими шагами на самом деле по сравнению чтобы было и это хорошо что недовольство растет может быть у людей у многих у тех которых появилась недовольство начнут включаться мозги я надеюсь по крайней я надеюсь на то что люди не будут только слепо верить какой невероятное будущее которую им принесет россии хотя бы так вот чтобы они в это не верили как минимум да тогда уже процесс это запустится найти я же в этом плане и не туда и не сюда потому что ну скажем так мне именно вот украинское общество сегодня как она сформирована в плане вот своего мышления но мне она лично не нравится но российское общество ну либо ничего либо ну что называется поэтому это еще хуже понимаете у нас она поляризована просто из-за того что все таки война закончится война вот посмотрите пройдет буквально ну 35 лет украинцы довольно таки миролюбивая нация сама по себе и мы очень быстро отходим и это и плюс и минус одновременно плюс в том плане что мы быстро в принципе приходим к тому что вот надо как-то общаться надо все и поэтому вот реинтеграция со стороны украины будет я думаю первый год может быть будет тяжеловато потом это все намного будет проще я просто это помню по тому моменту какие я вот ехал и мои друзья выезжали и как вначале для на нас смотрели так довольно таки с при как-то сказать предосторожностью да ну прошло некоторое время и успокоились люди а плохо то что к сожалению может пройти 10-15-20 лет и многие скажут а ну наверное россияне тоже есть нормально а я вот этого не хочу почему потому что если когда мы начинаем обратиться с россиянами проходит некоторое время и мы получаем множество здесь я конечно с вами не соглашусь он немного хороших друзей россии как бы вы так повел жизнь которые прекрасно понимал поверьте мне вы просто находясь в своей вот этой бульбашки своем пузыре да вы просто у вас получилось так что вы отфильтровали и получили таких вот друзей и знакомых которые в меняем да я же не сказал что там все в россии плохие я сказал что там подавляющее большинство потому что подавляющее большинство оголтелое такое фильтровать всегда надо людей которые тоже это же если обычный естественный жизненный процесс фильтровать людей ну у меня есть у меня тоже есть несколько знакомых которые из россии непосредственно но у меня к ним есть уважение по одной простой причине потому что человек сказал я не хочу чтобы меня с ассоциировали с таким преступным государством с фашистским государством кто-то выехал кто-то не смог выехать но сидит там и что-то делает я не буду говорить что делать кто-то допустим выехал и не просто выехал чтобы его не ассоциировали но и помогает допустим либо там гуманитарку какую-то либо еще что-то ну таких людей я могу воспринимать нормально я к ним отношусь нормально потому что я понимаю что это люди которые действительно сделали выбор вот приехал к нам травматолог насколько я знаю из россии у него там лет 30 или 40 стажа ему там порядка 60 лет мужчина и он сказал я буду в украине я буду помогать украине ну лечить людей лечить вы лечить военных лечить мирных пока украина ну не освободиться и это человек и россияне есть у меня к нему уважение есть потому что это человек который сделал свой выбор а вот к тем кто знаете вот этот из серии чик-чик я в домике меня не трогайте я хожу на работу от меня ничего не зависит но к ним у меня уважения нет они любовью у меня дичайшая к тем кто поддерживает просто я я понимаю что есть люди которые физически не смогли выехать из россии ну так же как из донецка были люди которые физически не смогли выехать они за украину но у него там больная мама там либо там сам инвалид боялся что там разворуют разграбят квартиру там или еще что-то и он остался я знаю что этот человек за украину но он не может понятно на данный момент ничего говорить потому что это чревато изоляции или еще чем подобный ну изоляции в смысле не слова изоляция в смысле завод изоляции пыточно это да 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 подвал на подвал и это и вот он молчит он ты старается так обходить эти темы понятно что сейчас даже приходится иногда что-то ему сказать почему потому что он говорит сейчас настал момент когда даже молчание уже могут воспринять как вот то что ты за украину потому что не поддерживаешь их разговор и тобой может заинтересоваться вот это мгб я не знаю таких людей поэтому ему приходится там иногда что-то там он говорит я через силу говорю стараюсь там некоторые слова говорить так типа поддерживаю но реально я понимаю что если я не буду говорить то я я там буду на подвале и он ждет украину и таких я знаю довольно таки много поэтому держитесь там а там уже выбирайте если вам ну не подойдет украина ну это же вы же понимаете что это не так сложно сделать уехать либо в россии либо и в европу уже будет это вести как бы страна не нравится то причем тут страна вот мне как раз всегда я всегда задавал вопрос когда мне россияне рассказывали о том что вот мы оказывается захотели в россии я говорю смотри в тринадцатом году квартира в спальнике в донецке стоила 70 80 тысяч долларов ну вот в моем спальнике да такая же квартира вот ровно такая же по площади трехкомнатная в белгороде бы стоило ну 40 максимум то есть можно было за одну квартиру в донецке купить две квартиры в белгороде если человек так сильно хотел в россию продает квартиру в донецке белгород не так далеко то же областной центр приезжает белгород покупает две квартиры одну квартиру в одной квартире живет другую сдает у него пассивный доход идет постоянно россияне нет и ну хоть хотели на своей земле на этот счет как даже можно в каком-то смысле додумать но явно в таком ключе как это все прошло если там по поводу всяких этих отсоединить это все должно быть таким сражающим контролем под таким законом абсолютно строгость максимально если большинство этого потребовала вот понимаете а так просто с бухты в барахты как бы большинство что не потребовало нас тоже жили у нас выехала 60 процентов и подавляющее большинство выехала куда на на не оккупированную территорию украины даже даже если было большинство именно тех кто ну там хотели это даже если было так я же статистика не обладает это все должно было быть явно не в таком формате к кривому это должен был быть все украинские референдум но на котором выносится такой вот донецк луганск допустим там условно да хочет выйти почему все украинская потому что у нас по законодательству украинскому все территориальные изменения только только так ладно я побегу я понимаю что у нас очень довольно таки тяжелый разговор а мне все-таки надо записывать таких и не популярный будет разговор честно скажу потому что в основном люди хотят увидеть россиян таких как как мы как вы да допустим как я как вы не всегда приятно в таком случае удачи вам на поле вальня я кто скажу меня зовут артем я донечанин ну понятно на данный момент не из донецка как возникают александр город бельце молдавия бельце слышал да вот я просто почему у вас показывает россию вы наверное через выказы а вы находите нахуй нахуй я понял о чем здесь разговариваете спрашиваю чем к чей крым ну по всем законам украинским вы знаете в мой земляк мой ровесник даже сказал бы параллельно оклассник моего одноклассника я это главой крыма и по поводу его предложения гоблин гоблин тут будет так да и вы знаете я вот был недавно я украины там не увидел почему знаете я вам скажу так были бы вы в сорок втором году в крыму сорок втором сорок третьем вы бы тоже вот украины советского союза там не увидели бы вы бы видели нацистскую символику то есть это оккупированная территория все просто в российской федерации прикольно тут ничего прикольного нет мы живем в двадцать первом веке времена захват чужих территорий но это шестнадцать и семнадцатый век это было доблестью хрен с ним восемнадцать и девятнадцать двадцатом это уже кто-то захватывал но уже кто-то начинал осуждать ну двадцать первый век мы живем вроде бы как поста индустриального скажем так веке живем совершенно в другой реальности ментальность должна вроде бы как меняться а вот ментальность таких как вы и россиян почему-то в основном семнадцатый век максимум восемнадцатый век а так шестнадцать и семнадцать что не понравилось да вот вам и бельцы вот вам и молдова из молдавии даже не знает как правильно говорить вот мне такое подозрение что он из бельцы блин это у меня это у меня сука это у меня что он из бельцы но он из бельцы и он из бельцы который он из бельцы подозрение и он из бельцы